Молодежная хоккейная команда «Стальные лисы» завершила игровую программу октября. Последним соперником магнитогорцев стали «Мамонты» и «Югры». В стартовом матче хозяева практически не нашли эффективных ходов против насыщенной обороны гостей и потерпели третье поражение подряд, но спустя сутки сумели взять реванш. Обо всем по порядку наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. В дебютном периоде первого матча «Мамонты» нанесли всего два образка в створ, но сумели открыть счет. На девятой минуте голкиперхозяев Глеб Моисеев не слишком удачно сыграл за собственными воротами, а его партнеры не сумели помешать Ивану Ежову совершить перехват и с неудобной руки отправить шайбу в ближний угол. На старте следующего игрового отрезка магнитогорцам удалась быстрая атака, которую начал Егор Мартынов, продолжил Андрей Мазякин, а завершил эффектным броском в девятку Михаил Косолинский. Но гостям снова удалось выйти вперед. Слепым пасом партнера от лицевого борта лихо воспользовался Матвей Ниганов. В оставшееся время «Лисы» безуспешно пытались взломать сверхнасыщенную оборону соперника, к финальной сирене перебросали хантамансийцев 34-16, но больше не забили. И в довершении всех бед из-за грубого приема 16-летнего Ивана Павлюка потеряли одного из лучших своих защитников Андрея Гусева. Итог 1-2. Спустя сутки магнитогорцы, несмотря на эту потерю и очередное отсутствие в составе Юрия Платонова и Егора Спиридонова, сумели взять реванш. Только в стартовом периоде они 18 раз попали в створ, и это принесло плоды. Сначала после броска Семена Буйвана Алексей Сахаров здорово сыграл на добивании. Вскоре дальний выстрел Дмитрия Шешина позволил Руслану Господынько также подкараулить удачный отскок от вратаря и удвоить преимущество. На исходе 27-й минуты Сахаров оформил дубль, на пятачке умело подставив клюшку после наброса Вадима Антипина. Но концовка второго периода получилась для Лисов провальной. Кирилл Попов и Григорий Немчинов сократили казавшийся очень приличным разрыв до минимума. Но за 33 секунды до финальной сирены Дмитрий Шешин, заработав ассистентский хет-трик, помог Руслану Господынько отметиться дублем и установить окончательный счет 4-2. Впереди у магнитогорцев четыре матча в Нижнекамске и Альметьевске. Очередную домашнюю серию команда проведет в середине ноября. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН.